Баскетболистки «Нефтяника» сразились с лидером чемпионата Суперлиги, клубом «Динамо Фарм» из Курска. Команда из Центральной России блестяще выступает в нынешнем соревновании. 29 побед в 30 матчах. Эти цифры не смутили наших девушек. Амички быстро повели с перевесом в 5 очков Владимир Истомин о дальнейшем ходе встречи. Точный трехочковый перехват, выход на кольцо, бросок. Яна Паневина – главный герой стартовой части матча в нашей команде. Семь точных бросков, несколько голевых передач. Паневина повела за собой команду. Нефтяник выиграл первую четверть 16-12. Мы взяли свой стиль благодаря своей быстрой атаке. Мы убежали, забили три, в отрыв тоже убежали, два забили. У нас, в общем, быстрое нападение очень получилось. Но от защиты мы очень хорошо сыграли, смещались вовремя, подстраховывали, помогали друг другу. Новые атаки нефтяника. Главный тренер Елена Лазуткина провела своевременные замены. Елена Ёлгина и Дарья Павлова усилили игру нашей команды. Цепкая защита, быстрая комбинация в нападении, несколько результативных атак нефтяника, серия промахов у соперниц. Трехочковый бросок по Невиной – 30-22 в пользу нефтяника к большому перерыву. У нас игра шла от защиты, то есть задача была агрессивная, жесткая игра. У нас это получилось. Естественно, получала защиту, убежали, забили. В принципе, не дали, так сказать, прессинговать. Нас быстрая игра была. Вот поэтому мы вели. Крутой поворот на старте третьей четверти. Баскетболистки из Курска поменяли тактику, применили тотальный прессинг по всей площадке, начиная с момента ввода мяча в игру. Этот нажим принес результат. Рослые соперницы начали выигрывать единоборство, блоки, перехваты, быстрые атаки, трехочковые броски. Немногочисленные болельщики «Динамо» начали активно поддерживать курскую команду. Может быть климат, может быть перелет, может быть просто нервы. Конец сезона. Я думаю, просто уже все устали. Но девчонки включили дыхание. И я думаю, что победа будет за нами. Динамовки перехватили инициативу. Пять точных бросков на финише третьей четверти. Команда из Курска повела 39-46. Баскетболистки «Нефтяника» не сдавались. Продолжали сражаться за каждый мяч. А мячки держали темп, продирались через защиту соперниц, забивали. Немного уступили по счету 59-66, но не проиграли по духу. Пообещали дать бой соперницам во втором поединке. Против прессинга у нас немного не получались командные действия. И действия индивидуальных игроков обыгрыши один в один только привели к забитым очкам. Завтра мы разберем командную защиту. Надеемся, что против этого прессинга сыграем команду и будет все намного лучше. Команды сыграют на нашем паркете еще раз, а затем два следующих матча домашней серии. Баскетболистки «Нефтяника» сыграют 7 и 8 марта. Наши девушки сразятся с клубом «Динамо-2» из Москвы. Владимир Истомин, Виталий Двораковский. Антенна 7.